Храм в деревне Лукьянчиково у Ритского района строится всем миром. Инициировали сбор средств жители поселка Нарышкино, которые обратились за помощью к депутату областного совета Сергею Потемкину. Этот храм мы планировали побыстрее, конечно, построить. Но все-таки, я думаю, к Пасхе мы это завершим и откроем. Большинство моих земляков откликнулось на это мероприятие. А позже присоединились все неравнодушные. Причем это не только жители поселка Нарышкино и близ лежащих районов. Денежные переводы шли даже из-за границы. Так из Германии дважды поступали средства на счет строящегося храма. В июле этого года началась кладка кирпича. И сегодня храм приобрел свои стены, окна, двери. Внешние работы практически завершены. Строители заканчивают перекрывать крышу. Кстати, на нее пошли деньги от благотворительного концерта, который проводился в начале осени в поселке. Хочется сказать всем огромное спасибо. Низкий поклон тем, кто принимал участие. У нас очень много было желающих помочь. Это и школы, и больницы, и райпо, и просто простые люди. Службы будут проводить священники храма Казанской иконы Божьей Матери, который расположен в Нарышкино. Во-первых, это отпевание, конечно же. То есть, чтобы можно было проводить с общего последний путь. Ну и непосредственно на родительские субботы будут совершаться божественные троги, чтобы можно было молиться о всех, кто здесь погребен. Все то время, что находилась наша съемочная группа на территории храма, строительные работы не прекращались. Как видите, заканчиваются кровные работы. Потом уберется. Уже подготовлен восьмигранник для обустройства. Здесь будет барабан вверху, на котором будет возражаться купол и крест. Завезены уже материалы на проводку электричества, светильники, люстры. Алтарь будет изготавливаться в зимнее время. К слову, в Доме культуры в Нарышкино при полном аншлаге прошел благотворительный спектакль, организованный местными жителями. Ты же гостиницу обещал. Зачем я буду тюжих людей стеснять? Так тут гостиница-то и есть. Не настоящая, конечно, всего три бойки, но все же. Это я тут всем чужой. Чех стесняю. Так бы отверел костылем. Собранные средства от него пойдут на купол храма, который сейчас отливают калужские мастера. Стоимость работ и материалов 360 тысяч рублей. Пока не хватает половины суммы. Поэтому все неравнодушные люди могут внести свою посильную лепту в благое дело. Екатерина Козлова, Сергей Руднев, Орел Таймс.